Народ, привет! Сейчас 15 декабря 2021 года. Извините, что я в таком вот месте снимаю. Я просто сейчас в дороге нахожусь, а потом расскажу, куда я еду. Не суть. Значит, сегодня, 15 декабря 2021 года, 60 лет исполняется ровно со дня суда в Израиле над нацистским преступником Адольфом Эхманом. Я напомню, что это был главный архитектор окончательного решения еврейского вопроса в нацистской Германии. Человек, который отвечал за строительство и функционирование нацистских концлагерей, такие как Ацвенцин, Бухенвальд, Треблинка, ну и все прочее и прочее. То есть он фактически повинен в миллионах убитых не только евреев, там, цыган, русских, белорусов, ну, поляков и так далее, и так далее. Значит, 15 декабря 1961 года в Израиле мимо состоялся суд. Значит, как он оказался в Израиле? За несколько месяцев до того его выкрали из Аргентины, где он проживал после бегства из фашистской Германии в 1945 году, когда Германия пала, после победы он приобрел аргентинский паспорт и с ним сбежал в Южную Америку, и там он проживал. Так же, как и десятки, возможно, даже сотни тысяч других нацистских преступников. Но израильский Мусат, который как раз был незадолго до того вообще создан, это была их, по сути, крупнейшая операция на тот момент времени. Они его вычислили, они несколько лет, кстати, за ним велись Левску, они не были уверены, что это он, они его вычислили, выследили. Он был там под именем Рикардо, потом он поменял имя на другое. Он жил того руква, этого в Аргентине, но не суть. Кстати, об этом есть несколько хороших детективных фильмов, это прикольная история. Так вот, что я хочу сказать. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, видимо, возомнил, что я блогер Лапшин из Израиля, что я Адольф Эйхман, нацистский преступник, а он Алиев. Он как будто премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. Это, кстати, Давид Бен-Гурион отдал приказ поймать и привезти этого преступника, виновного в гибели миллионов. Ильхам Алиев решил приурочить 15 декабря, годовщине суда над Адольфом Эйхманом, мой арест в Беларуси. Я реально думал, что поездка в Карабах, в Арцах, это примерно как миллионы убитых евреев в годы Второй мировой войны. Ну и решил, что он так войдет в историю. Он решил, что он, это типа Давид Бен-Гурион, да, а спецслужба Азербайджана типа израильский мусат. Ну, конечно, не он, сравнить с Бен-Гуриона, как говно с пальцем сравнить, как и говорить про спецслужбы Азербайджана, даже близко ставить их с мусатом, ну, примерно как, знаете, барана сравнить с гнедым рысаком, да, с конем. Ну, примерно так же. Но Эльхамалиев почему-то решил, он вообще любит вот эту привязку к датам, да, вот, убить сына, там, в день рождения матери, значит, привезти кого-то там в какую-то годовщину, но он такой мистик. Видимо, в детстве ему, там, мама с папой читали сказки перед сном и пугали его там всякими датами, вот, смотри там. Вот, и что получается? В принципе, осудили-то в итоге самого Эльхамалиева вместе с Азербайджаном, потому что мой арест закончился тем, что они на меня напали, как дикари избили, придушили. В итоге Европейский суд в мае 2021 года вынес решение, признав, что Азербайджан виновен в пытках, в покушении на убийство, в незаконном аресте. Все их осудили, был дикий скандал. А сейчас начинается новый судебный процесс против Азербайджана, точнее, против персональной Эльхамалиева, который себя возомнил Бен-Гурионом, а свою страну решил сравнить с Израилем, а свои спецслужбы убогие, барановидные, он решил сравнить с Мусадом. Он способен бороться только с блогерами, ни с кем больше, да? И даже с блогерами у него все это через жопу, через бутылку получается. Ну, и вот, что из этого всего получилось. А дата хорошая, да, я считаю, что нацистские преступники должны быть наказаны. Все, ребят, с наступающим вас Новым Годом, я еще поближе там поздравлю, а я потом расскажу, куда еду. Все, пока.